О, сейчас, подожди, звонит кто-то. Он такой-то из контактного центра с полковым звонят. Чё, хотят? Алло? Да? Готовы чертежи? Ну, отлично. Всё, пацаны, спасибо. Давайте, до встречи. Пока-пока. Сейчас, короче, соберём. Прислали нам моднейшие чертежи ультрамоднейшей переливной шахты. Значит, ну, смотрите, какое дело. В обычной шахте, да, в переливном колодце две стенки, всего одна и вторая. И они находятся в одной плоскости и вклеены до дна. И, соответственно, вода перетекает через борта и там уже у вас систему перелива, да, которая вам нравится. Ну, вот таким образом забирается вода только с поверхности. Если у вас там куча экскрементов в аквариуме лежит, то они так и лежат. Возвращаясь к морю, в морских аквариумах устанавливаются мощные помпы течения, которые всё это говно поднимают. И, в общем-то, наверх это всё закидывается. Вот. Для прессняка вот вариант. Наш клиент-заказчик, да, вот этих аквариумов, он сам попросил сделать это, в общем-то. Ну, я не буду говорить, что это его разработка. Мы у него подсмотрели это впервые. Суть в чём? То, что тут три стекла. И внутреннее стекло не доходит. Здесь вот не доходит здесь сколько-то. Ну, вот у меня два сантиметра там не доходит. А наружнее стекло, вот это, не доходит снизу. Те же самые два с лишним сантиметра. Туда вставляется гребёнка переливная. Ну, вот такая, да, решётка. Решётка. Чтобы в эту щель не забивались рыбы, да, чтобы они тут вот не переползали. Соответственно, вода идёт здесь снизу. Идёт, 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 проходит. И тут переливается через вот этот перелив. Кроме того, если помпу поджарить посильнее, тогда вода начинает ещё и сверху идти. То есть такой шахтой ты решаешь две задачи. И убираешь с поверхности, да, бактериальную плёнку, ещё что-то там. И катехи снизу засасываются. Вот. Я одну сделал, такую шахту. Сейчас мне осталось ещё три запилить. И могу вам по пути показать, как я это делаю. Ну, так, по-колхозному, конечно, получается, из подручных средств. Просто пока не автоматизировали процесс изготовления таких шахт. Сейчас покажу. Есть у нас, смотрите, три детали. Одна деталь, самая большая, это длина шахты. Да, то есть она у вас может быть какой угодно, какой нужно. И две детали, это перегородки внутренние. Да, то есть самая большая, это вот эта, лицевая, назовём её так. И две вклеенные. Теперь смотрите дальше. Вот я их тут в одну высоту выведу и покажу. Они все три отличаются по высоте. я, между прочим, оставлю тут в описании к видосу ссылку на группу ВКонтакте на свою. Хотя, как на свою, на вашу. Да, там, потому что тупо сидят склещики и аквариумисты. И там будут чертежи. На эту шахту вдруг кому пригодится. Ещё раз повтори, что ты меня снимал с твоим сплюшки? А ты не говорил в этот момент. Конечно, повёл бы там. Ладно. Ну, смотрите, берём вот это в наше лицо шахты и нет, туда, на первую. Держу. Можно было бы, конечно, струбцины взять, но это не как бы очень просто. Вот мы стянули скотчем две детали без струбцин, без ничего. Просто вот тут полосочка скотча, и здесь. Сейчас прокачиваем сначала первую стенку и потом тут же вклеим вторую. Дальше, как обычно, собираем излишки. Вот таким шпателем формируем. Шов сильно давить не надо, то можно сдвинуть. Дальше не затягивая. Берём нашу внутреннюю перегородку и наносим в неё колбасу герметика. Вот. А чтобы туда внутрь подлезть, у меня вот есть такая палка с кусочком пластика. теперь уголочком проверяем. Я первую стенку тоже проверил, уголком просто не заснял. Проверяем, правильно ли она установлена параллельно и перпендикулярно. Вот. И надо намочить этот самый скотч, чтобы он легко отошёл. Вот. Надо теперь подождать буквально там минутку, там 40 секунд и можно снимать скотч, он очень хорошо будет ходить. То есть я покажу, вот сейчас он туго идёт, мокрый и он прям слезает. Вот. Минутка прошла, скотч раскис и можно его снимать. Вот такие очаровательные шахты у нас получились. Две штучки, сейчас мне предстоит ещё одну склеить. Эта шахта предназначена для вот тех двух гигантских аквариумов, да, на каркасе один и другой мы клеим. И когда вклеим шахты, закончим аквариумы, обязательно вам покажем всё, как это будет. Вот, так что на сегодня всё. Пацанам из Сколково привет, увидимся в новых видосах. Чао-пакао. Отрепаться. Вот после этого надо трепаться. Точно такой же принцип, как и своим аквариумам. Сначала показываем, и только потом уже комментарии. А сейчас ты комментарии всё расскажешь. Что мы вот тут купили, смотрите. Ты уже предупредил фразы этой. С другой стороны заинтересовал заранее. Нет. Тут эффект пыша. Анонс. Неожиданности. О, бля. О, как это должно быть.